Мой дружок пирожок, вышло обновление про казино, хочется и на новых тачках покататься и новый пентхаус прикупить, а денег нет? А? Тогда заходи в мою группу по прокачке, да, сейчас там идут тех работы, но в скором времени прокачка будет возобновлена, а всем ожидающим будут оформлены хорошие бонусы. Ну а если тебе нужна прокачка на PS4, то заходи и заказывай прямо сейчас, сделаем все быстро, качественно, и недорого. Ссылочка на группу будет в описании. Подписывайся и следи за новостями в группе. Привет мой дружок пирожок, шоколадная нуга вернулся с классическими обзорами на местные тазы. Но этот таз уникальный, во-первых он выглядит сейчас как самка богомола готовая сожрать тебя. Ну а если серьезно это одноместная бричка, а не с с 80 тара, сестра старенькая РЕ7Б. На такие тачки сложнее всего сделать сравнительный обзор, поэтому мы не будем особо сравнивать с другими суперкарами. Хотя для РЕ7Б место бы нашлось, но оставим это на отдельный видос, ведь чем больше видева, тем больше классов можно собрать. Ведь именно для этого все видосы и создаются. Ну ладно, начнем изнутри. Посадка по центру и только для одного человека. Для такси такая тачка не годится, даже в классе эконом вы не сможете работать. Так что за это большой дизлайк, внешний вид, ну это типичная тачка для гонок на выносливость. Сышь, срежь под себя часов 8, а после отдаешь обосранную сидушку своему второму пилоту, и так 24 часа. Веселуха конечно, но людям нравится. Внутри минимум лакшери и максимум кнопок и лампочек, которые в GTA Online выполняют функцию. Смотри на меня, я не знаю что я такое, но я либо сейчас утоплю этот болид, либо нужно уже переходить к тюнингу. На самом деле тюнинговать тут нечего, она и так уже с минимальной массой и максимальным количеством деталей, которые увеличивают прижимную силу. Но нам с порога предлагают сделать из нее люксовый автомобиль 20-х годов прошлого века, скрыв заднее колесо под кусок стекловолокна. Этого делать я конечно же не стал, в остальном как обычно, двигло на максимум. Небольшие изменения по корпусу, можно было сделать расцветку как на превью Rockstar. Эта же расцветка была на Nissan R90C, откуда в принципе и был спешен дизайн. Но я уважаю стремление табачных корпораций Sanandros и нацепил их логотип. Так, запомните, самые большие бабки водятся у табачных и фармацевтических контор, поэтому если вам предлагают нацепить логотип какой-нибудь невъебина дорогой Viagra, то соглашайтесь. Так как судя по футбольным рекламам, футбол смотрит алкаши с импотенцией. А кому еще смотреть футбол? А, спойлер, не знаю дает он тут какое-то преимущество или нет. Но по логике Rockstar, даже если бы там был стандартный спойлер, и была возможность его убрать. Тот пункт где можно было бы убрать спойлер полностью, давал бы еще несколько пунктов сцепления. А тут сцепление хоть отбавляй, но даже будучи переполненным, все равно там где-то за горизонтом событий сцепление увеличивается. И вообще все эти полоски со скоростью управления, торможением и сцеплением тут для красоты. Это как в Need for Speed Underground. Ты прокачиваешь свой автомобиль на максимум, а эта гнида на Nissan Skyline все равно обходит тебя на раз-два. Поэтому только сухие непредвзятые тесты могут показать на что способна эта азиатская бричка. Считаю, что уже пора забить хуй на тюнинг и отправиться на полигон. Давайте будем честны друг с другом. Звук двигателя походит на звук доносящийся из соседнего номера в дешевой гостишке, где пылесосе от полы. Да, это высокооборотистый монстр, который выдает на каскадерской трассе 188 км в час. Это неплохой результат, да, для вас 2109. Но это быстрее новенького тракса, поэтому ликуем. И драк рейсинг. Максимально неподходящий тест для подобной тачки, несмотря на то что ускорение и сцепление тут вывернуто на максимум. Вряд ли результат меня удивит. Все таки тачка легкая, и буксовать будет на старте стопудово. Так в принципе оно и есть. Разгончик вроде неплохой, но я прям вижу белую стаковую четырку, которая взъебывает эту полуяпонскую разделочную доску для моллюсков. Четверть мили. Десятое место. Тьфу, тварь. Графон уже не выдерживает. Одна вторая миля проходится вообще на тринадцатом месте. Максимально неприемлемо. Прямые участки это точно не для Амнис С-80АРа. А вид изнутри мне напоминает батискав. Может лучше все таки такой тачке отправиться на океанское дно. Искать своих конструкторов. Но все встает на свои места, когда Амнис выходит на сложную кольцевую на военке. Тут эта тачка как сперматозоид, который добрался до яйцеклетки. Как кот съел бывающий от охранника пятерочки из рыбного отдела. Как твоя бывшая которая увидела тебя случайно на улице. Как хер в масле во время овуляции у нимфоманки. В общем это тачка, которую ставишь на этот трек. И соответствие получается 100%. В общем это тачка для извилистых трасс. И тут уже вопрос, что лучше. Этот Амнис, РЕ7Б или Вагнер. Сюда его приплел, просто потому что он более-менее похож и хорош собой. На каскадерских трассах мы еще попрыгаем. Но несмотря на свою легкость. Тачка великолепно держится даже на кочках. Ее не разворачивает. И нет ощущения недоповорачиваемости. Это просто отличный болид для гонок на выносливость. Ну или в нашем случае для каскадерских гонок с максимальным количеством серпантина. Ибо в поворотах эта тачка будет делать даже самых сочных и мощных суперкаров. Ну и результат. Да, это новый рекордсмен. Новое время. Как я не старался. Но все таки с 53 секунд выйти не удалось. Ну и гран-туризма. Тут хоть поворачивать и нужно. И нужно поворачивать хорошо. Все же немалую роль играет именно высокая около максимальная скорость. А этим S80 Tarrar похвастаться не может. Но может уделать всех на поворотах. На загороднем пустынном треке мне понравился этот автомобиль. Именно то как он едет. Да, у него не такая большая максималка. Что дает тебе уверенность даже с зажатым газом на повороте. Эту сковородку не отлепить от поверхности. Да, есть коварные места, где на повороте ее может подзанести. Но только ты дернул руль в обратную сторону. Как занос исчез. Просто растворился. Прям как твоя ЗП после очередного похода в супермаркет в пятницу. Но внешний вид, это пожалуй последний автомобиль, на котором бы я с удовольствием катался бы в открытой сессии. Все таки такую тачку видишь только на каскадерской трассе с отбойниками и парьбриками. Но как этому суперкару удается с легкостью проскальзывать повороты? Неровные участки, ну вы сами видели. Иной раз кажется что едешь на пределе и вот-вот разложишься. Но тачка пролетает у хоббиста и поворот едет дальше как ни в чем не бывало. И тебя отпускает. Ты становишься более уверенным. После с презрением смотришь на других. Ну и в конце концов ощущаешь себя самым охуительным. Но по факту ты остаешься просто охуевшим парнишкой. Ну и результаты. С80 Тарар уступает только очень быстро и не очень поворотливый 200. Это просто потрясающий результат. Ценников 2,5 ляма задает вопрос. Покупать эту тачку или нет. Еще не все суперкары из обновления казино были протестированы. Поэтому торопиться не нужно. Сегодня эта тачка в топе. Завтра уже будет другая. Но если Вагнер на каскадерских трассах вам уже надоел. Надоел его характер. Резкий и дерзкий. То вот эта бричка шикарная альтернатива. И как раз тут будет противоборство Вагнера и С80 Тарар. Как раз тот случай, когда даже небольшая ошибка решает все. Эта тачка вселяет в тебя излишнюю уверенность. Уверенность в том, что ты сможешь обмануть законы физики. Но даже учитывая, что мы в ЖТР, на оба систему все равно не получится. Я предлагаю посмотреть этот кусочек заезда. И оценить возможности новенького суперкара для гонок на выносливость. Анис С80 Тар. 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 А на этом все. Надеюсь было не скучно. Всем гб дружочки пирожочки. Всем гг. Анис С80 Тар. Субтитры сделал DimaTorzok